всем привет мои любимые первое я нанесу бальзамчик этот новый красивый кстати там еще другие появились бальзамы разные там и оттеночные смотрю порой я этот бальзам наношу на помаду точнее на карандаш а сейчас хочу увлажнить губки и заодно из бледненьких они станут розовенькие то есть такое увлажнение плюс еще появится дальше хочу вам показать что заказывала я два места и этот я уже почти использовала здесь у меня он на донышке я его добью до конца когда умываюсь обильно наношу прям на лицо иногда по два раза во-первых стягивание быстро убирает кожи сразу кожа становится более увлажненная потому что сразу у меня она сохнет вот и мне еще нравится сама по себе такая процедура это спрей нанести на лицо и на декольте также этот спрей мист можно использовать и на волосы вот дальше мои хорошенькие так где кремушек вот он под носом стоит получается это сос бальзам его я также использую как праймер вот такая милая баночка я просто хочу с вами его протезе чтобы вы видели да здесь у нас такой белый кремушек очень очень плотный я теперь на улицу без него не выхожу моя кожа стала себя чувствовать намного намного лучше когда я стала использовать на все лицо этот крем на основной уход перед выходом на улицу потому что я хожу много я прогуливаюсь специально для здоровья и моя кожа сейчас же холодно стало она реагирует весьма без крема такого дополнительного бальзамчика сос защиты от обветривания до без крема реагирует очень плохо на мороз то есть что вы понимали видите я вам просто хочу показать как он сложненько наносится воском намазываешься такое ощущение но впитывается быстро кожа себя чувствует комфортно и плюс ко всему не испытываешь жжения после мороза до кожа краснеет да это знаете не происходит какое-то там волшебство или что-то в этом роде но то что кожу защищает это факт это факт во первых он не плывет когда ведешь шарфиком так замотанный пар все-таки идет я просто разная крема наносила и порой кожа выделяет воду и все плывет течет это не такой крем просто такое ощущение что создает такую защитную пленочку значит избегаешь микротрещин от воздействия холода и неприятные какие-то ощущения на лице ты не чувствуешь это защита в общем такая защитная пленка очень классная крутая вы знаете за такие копейки такую маленькую баночку я приобрела и возможно буду заказывать еще потому что зима еще надолго а я уже во сколько использовала ну я не скажу что совсем много да но скорее всего мне не хватит ее на на весь период холода но мне безумно нравится сна бюджетная раньше еще из-за вещичек был воск такой да как вазелинчик но и что тут такие есть маленькие вкрапления как восковые там тоже такие были маленькие точечки я его тоже наносила на лицо но он был более жирный и с ним было тоже лучше до выходить на улицу но он такой был жирноватый а здесь постепенно вот но нанес сначала чувствуешь такую небольшую жирность да и постепенно постепенно впитывается но все равно пленочка здесь такая будет она и нужна чтобы защитить лицо потому что порой ну просто невыносимо еще классные на руки наносить вообще безумная классная находочка такая до новиночка обалденная теперь делала наконец-то так мои хорошенькие теперь сверху я наношу вот эту тоналочку легенькую и у меня под носом лежала кисть не хочется намного растягивать ребят на большое время до ножек получится потому что очень-очень долго загружается аромат этой тоналки безумно приятный хорошо распределяется как тут этот тоналка меня вполне устраивает но будем учитывать что я долго макияж уже не ношу чтобы кожа больше отдыхала я даже когда смываю макияж делаю там масочку тонизирование уходит я обязательно наношу этот крем сейчас в холода чтобы кожа восстанавливала сейчас я распределю равномерно далее консилер это line вот так вот распределю в общем я когда повзрослела поняла что долго макияж не стоит носить максимум пять часов это я говорю только про свою кожу максимум пять часов потому что потом я начинаю чувствовать что мне там то то не то то это не то эти же кисточка распределю до кисточка для консилера у меня есть мы распределяем вот этой кистью и быстро и хоп хоп и готовы в общем сейчас я стала носить вот такие вот плотные макияжи где-то до пяти часов в день и смываю намеренно чтобы кожа отдыхала наношу уходовые средства потому что для себя я выбрала такую тактику я вижу что если мне что-то во вред я не терроризирую себя так мои хорошенькие смотрите как классно проявляются бальзамчик такой вот натуральный эффект получается дальше беру пудрочку такую компактную и хорошенечко запудриваюсь хорошенечко хорошенечко вот так вот запудриваюсь по душе кисточка у меня старая до сих пор ее не выкину никак хотя здесь вот крутится вот эта штука думаю пускай будет на всякий случай хотя у меня много кистей для пудры умывает она под рукой так подлазит вот так вот хорошенечко смотрите там заметно что здесь кожа более блестит тут она менее блестит порой пишут знаете типа интеллигенция ой ужас ужас такой макияж кажется господи базарные бабы какие-то собрались но серьезно это не в обиду тем кто работа работает на базаре да но вот это вот ужас ужас господи идите куда-нибудь другое место ну не смотри ты что тебе не нравится руководит можно вот тут вот ерундой заниматься засирать других людей не нравится разговор короткий с такими это как вот к нам беларусь приехала заман да ну типа ресторанный критик я все понимаю что иногда действительно бывает там что-то такое можно сказать что волос там запекся где-то да люди это вот не есть хорошо но вот это вот настолько постоянная критика вот такая разрушающая разрушающая человека люди стараются я вообще стараюсь никого не критиковать но я сейчас это я себя защищаю да а так дело каждого что кому делать все равно как говорится жизнь научит и тоже покажет уроки не бывает все так просто и и больше чем уверена в этом вот и вот смотришь ну это уже перебор я говорю что вот бывает там волос запекся в блюде это неприятно да бывает там таракан например лежит но извините вот это вот критиковать прям каждую мелочь тогда тошно вот это вот я даже иногда смотрю думаю почему у меня такого нет качества да вот ну какой-то такой бессовестный человек у него там ничего внутри не мучает не муляет ничего получается пришел на все готовенькое я плачу деньги говорит не я понимаю что ты платишь деньги но это ж не то что вот ты уже придираешься каждой мелочи там как лежит эта картошка как этот листик завернуть но это уже перебор это уже это уже совсем я заметила вот кто что-то свое вот именно свое редко создает а там критики вообще капец так мои хорошенькие дальше продолжаем я сейчас вот возьму тоже по быстренькому мы будем снова просто палеточку теней с вами тестировать поэтому я беру вот этот оттеночек и быстренько корректирую лицо я все понимаю может быть я тоже знаете в жизни делала ошибки и все но у меня внутри такая вот постоянно совесть что как вам сказать когда вот начинают настолько разносить у меня прям душу щемит я вот изначально когда его начало смотреть мне было до такой степени такие непонятные чувства я думаю елки-палки но почему у меня нет вот такого вот я постоянно думаю о том как человек будет себя чувствовать ну может не всегда бывает же говорю что делаю что-то неосознанно так стараешься это и доводить людей но это же реально это же их нервы кто об этом сильно думает сильно об этом куда думает на самом деле бывает что тоже как люди пережившие какие-то это ситуации поддерживают друг друга ну это же можно довести человека до такой степени ну что он может это тяжело очень пережить критики блин ну перебор там уже такое идет хамство вот это вот все если вкусно то вкусно да люди что вот что хотят то и творят никто ничего ни о ком не думает никакой человечности никакой совести уже перебор это уже слишком слишком так мои хорошие дальше мне нужен я возьму тоже по-быстрому этот хайлайтик потому что долго буду сейчас искать да вот в серединочке нанесу хотя без хайлайта тоже классно смотрится нанесу хайлайтика немножко надо делать какие-то немножко знаете тоже где-то критика где-то поддержка чтобы все-таки человек себя чувствовал более мы же все люди у нас же у всех есть чувства если не говорить и то у психопатов они какие-то там есть понимаете как-то беречь друг друга любить друг друга что-то такое что-то творится вообще что-то творится елки-палки так мои хорошие и что мы с вами давайте так тоже по-быстренькому интересненькое такое сделаем какие мы с вами оттеночки еще не тестировали у меня есть несколько видео по поводу этой палеточки там прям подробные макияжи этот мы тестировали да вот эти два с перламутрика обратите внимание тоже тестировали этот пробовали этот пробовали так мы многие пробовали с вами уже вот эти вот правда не пробовали я такие оттенки если честно матовые не очень люблю но специально для вас помучаюсь с ними блестючки мы с вами уже тестировали и пришла очередь все-таки вот к этим более матовым они прям конкретно матовые такие вот прям матовые матовые да вот это матовые тоже и еще по ходу вот это тоже вот сделаем ими сегодня кто хочет блестючки рассмотреть смотрите тоже мои хорошие на моем канале вот эти я тестировала тени давайте просто протестируем уже матовые чтобы с ними закончить сегодня начинаю я с этого оттеночка очень хорошо набирается так нанесу под бровочку сюда вот так вот запудру под бровочкой наконец-то бровки выщипала уже ой как я люблю это вот первоначально когда нет волосиков под бровкой мне уже не бесили просто я хотела отрастить у меня бывают островки вот сейчас этого островка тут нету такого яркого что из-за чего я иногда экспериментаторша один раз взяла бритвы и подбрила брови ой смотрите какой такой темноватый прям оттенок думаю он не он очень насыщенный вы заметили как хорошо наносится я перед макияжем сразу вам хочу сказать что обработала кисточки влажной салфеточкой чтобы они были прям чистые я всегда может быть поэтому так набираются хорошо это чтобы вы знали просто сейчас я хорошенечко его растушую оттеночек просто я хочу чтобы вы вот именно рассмотрели сами оттенки ой ребят в общем может я буду путаться в том что говорю но уже как есть тут вообще нет перламутра возможно именно от этих вот белых теней немножко подсыпалась перламутрика потому что когда изначально я заказывала эту палетку в ней вообще не было ни капельки перламутра это чисто матовые тени то есть иногда бывает такое в жизни что хочется сделать чисто матовый макияж хотя я матовые оттенки не очень люблю я люблю больше вот такие блестючки да хорошо затем мы с вами разобрались и обычно под бровь я наношу светлые оттеночки но мы с вами рассматриваем сейчас подробно прям оттенок конкретно теперь я беру вот этот вот такой вот серый такое ощущение что он больше серый да какой то хочу сказать что очень даже неплохо распределяются и начинаю затемнять вот эту среднюю часть все таки перейдем эта кисточка тоже обработана влажной салфеточкой получается что он такая более влажная может быть еще поэтому так оттеночки набираются хорошо то есть она не мокрая она влажноватая и такой оттенок симпатичный такой неплохой оттенок неплохой такой оттеночек да и снова кисточку я очистила влажной салфеткой и набираю вот этот вот темный оттенок еще более темнее то есть он как бы черный такой да матовый черный и немножко стую лишнее и затемняю смотрите как хорошо с первого раза наносится и вот тут вот затемняю делаю такую небольшую надеюсь я сейчас не растяну сильно а то я люблю сначала вот я так набиваю примерно форму ой не тот оттенок взяла елки-палки и чтоб потом растушевочной кисточкой растушевать уголочек чуть-чуть-чуть сюда тоже взять да, чтоб не так уж сильно это все было кажется если ты умеешь лучше делать макияж так делай, ну что ты споришь с тем с кем тебе не нравится может у меня свой стиль я любитель у меня свой творческий стиль вот почему я должна делать как кто-то хочет и беру эту кисточку вот с этим вот светлым более оттенком и вот так вот растушевываю да, вот так то есть его сейчас я еще тут на слою просто мне надо растушевать более вот этот вот вот эти вот оттеночки втушевать как бы в этот а то порой знаете позволяют уже себе такое непозволительное плюют свой змеиный яд в чужое творчество забывали я буду свое защищать надоело мне уже пускать всяких ляр в свою жизнь ну вот так вот вот такие получаются уголечки я делаю да, и немножко поддушевываю также я уже рассказывала вам ребятки что то что мне не нравится я потом поправляю в ванной потому что сейчас у меня светит свет который мне как-то получается снижает резкость зрения даже первоначально у меня я когда выключала лампу у меня вот такой вот в глазах это уже глаза привыкли раньше вот такой вот в глазах было мелькало я вот все смотрю вот тут как будто светлее здесь семья потом в ванной посмотрю все у меня потому что начинает мелькать в глазах я начинаю беситься кисточку я снова очистила и беру вот этот вот такой матовый красивый, мне он уже понравился цвет он такой даже знаете я даже не знаю как его назвать как бы вы назвали вот этот вот цвет вот он вроде как бы и на кофе с молоком похож тоже, да но в то же время есть тут какое-то такое отличие даже не знаю вот с чем сравнить но цвет очень красиво кофе с молоком нет что-то другое пока просто вот на корицу чем-то да но корица наверное все таки более будет по насыщенной то есть добавляю вот сюда вот еще этот оттеночек прям вот так нелепо сюда вот тоже видите я влажной кисточкой после салфеточки набираю чтобы вы понимали не мокрой а чуть-чуть влажноватая она такая получается и вот так вот распределяю вот тут вообще в идеале бы здесь еще тоже протушевать но 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 где моя кисть такая поменьше беру тоже такую маленькую кисточку вот жорданику вот я ее 100 лет назад покупала и вот просто чистенькая вот так вот лишнее да вот тут растушевываю так вот время идет елки-палки это может я зря показываю и этой же маленькой кисточкой я все-таки добавлю знаете-ка да ой ребят не знаю как там видно нормально растушевана не нормально уже если что подправлю вообще тени обычно очень классно тушуются главное вот тушевочку сделать это я уже буду ванной делать подправлять да главное аккуратненько вот так вот тушевочку сделать чтобы не было таких огрызочков вот вот еще когда вот набираешь на кисть именно светленький оттеночек да и тушуешь больше вот именно вот этим вот именно который светлый оттенок это вот я бывает так тоже делаю вот сейчас короче дотушую до такого что вообще вот такие вот темные финалы будут это начинается так ага маловато тушенуло ага 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 и в итоге все такое темное так и набираю хайлайтиков так и вот сюда вот я его немножечко все-таки наношу совсем капочку чтобы он как бы так и не особо выделялся да ну и в то же время чтобы была вот такая вот маленькая искра маленькая такая надежда на счастье хе-хе-хе-хе-хе вот это я придумала надежда мой компас земной и вообще знаете еще было бы прикольно вот эти темные оттенки тушевать более светлым оттеночком именно матовым но можно было бы также использовать самый верх вот сюда вот вот этот оттенок да здесь конечно у нас есть перламутровые частички но они небольшие и в принципе можно было бы тем более тут я вижу перламутр немножко да хотя сам оттенок он набирается не перламутровый я вот говорю что подозреваю что это вот отсюда вот именно нападала так сильно затягиваю видео далее сейчас я больше полюбила вот этот вот выберу выбеливаю я вот этим вот нежно-розовым светлым оттеночком слизистую чтобы убрать воспаленный глаз до нежно-розовый он придает тоже воспаление глазу но это лучше чем просто розовая слизистая так все-таки класс смотрится более аккуратно и у меня еще есть такой же белый оттенок и такой же нежно-фиолетовый ну что я думаю лучше взять нежно-нежно выбери на розовый вот еще знаете как я придумала можно вот так вот намешивать тона немножко с тенями чтобы взять допустим получить карандаш нежно-коричневый чуть-чуть перемешивать с тенями и тогда он будет нежно-коричневый то есть вот так вот берешь дюбочку вот так вот сюда чик и намазала тоже как вариант перемешать оттенок так мои хорошие и еще у меня идет моя любимая тушь сегодня воспользуюсь oriflame the one я каждый раз использую разные туши я рассказываю и про туши faberlic и про туши oriflame и про туши luxe visage и про туши catrice ну которые у меня в общем я покупаю и пользуюсь то есть у меня как-то вот больше конечно акцент на faberlic потому что я постоянно заказываю там разные новинки но в основном это faberlic конечно но я могу и пользоваться и другими да вот так вот купить я делала ламинирование ресниц поэтому мои реснички сейчас более послушные и они более смотрят вверх да и я вот так вот наношу чтобы вам было видно поближе вот так вот наношу тушь я сейчас стараюсь много не наслаивать чтобы у меня раньше было такое я крашу ресницы прямо с подросткового возраста чтобы вы понимали да потому что любовь косметика у меня с подросткового возраста и получается так что раньше даже еще когда мне было 24 25 у меня получалось что когда я еще не делала ламинирование и реснички выбивались да и было такое как проплешины ну и начинаешь там то иголкой поправлять то еще есть уже faberlic появились разделители прикольные такие металлические но раньше у меня ж не было этих разделителей я очень психовала наслаивала наслаивала и по итогу получались вот такие вот слоёные пироги и когда слишком многослойность такая на глазах это тоже ребят не красиво когда вот слишком многослойные глаза да вот именно ресницы когда вот прям так слоями висят это смотрится не свежо это смотрится отвратно отвратно поэтому вот так вот два раза и хватит нормальный эффект такой вот натуральных ресничек если надо эффект погуще можно приклеить и липучки или накладные ресницы у меня есть но у меня клея сейчас нет я забыла про клей и забываю но вы знаете я редко очень клею ресницы и вот смотрите я смотрю вот эти кажется меньше по размеру эти вот я забиваю на это сразу я начинаю в этом хоп 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 у меня опять тут кажется больше тут меньше думать да ну пускай уже лучше сразу но зато не слоеный пирог и чуть-чуть вот и чуть-чуть вот так нижняя ресничка длиннее верхних так успокоилась успокоилась хочу сказать сразу что некоторым людям в моих макияжах нравится более когда у меня темные глаза некоторым нравится когда у меня более светлые глаза некоторым нравится темные брови кому-то нравятся светлые брови да у каждого свой вкус но это не значит абсолютно что я должна подстраиваться под кого-то делать брови так как кто-то хочет или как кто-то видит это вы видите так да но это не значит что мне так надо ходить это тоже халялька тушь для бровей и сегодня я сделаю более темные брови потому что мне так нравится и я не должна ни под кого подстраиваться я не должна красить то что скажут мне другие или получается это такой знаете абьюз со стороны подобных людей они могут это отрицать и все такое но это абьюзеры скрытые абьюзеры которые под вот этим я ж лучше знаю мне ж виднее нет тебе не виднее ты просто лезешь в выбор человека вот и все если ты человека не принимаешь таким какой он есть то лучше не мучай себя потому что ты можешь контролировать человека и ждать всю жизнь что он изменится а он не изменится никогда и ты будешь только нервничать и постоянно доказывать что-то свое а он никогда не будет делать так как ты скажешь все и сверху берем гель я тоже потому что раньше такой херней страдала ну я была помоложе тогда поглупее вот никогда не надо лезть в куст пускай вот если тебе человек нравится мне вот кажется моя Алиночка Арсланова любимая как она не будет выглядеть она для меня всегда красавица что значит это скрытая какая-то даже агрессия я бы сказала вот так вот постоянно да и матом не ругнуться да и бываться понимаете постоянно вот это вот все и то не то и это не так и это не так господи когда ты жить спокойно начнешь когда ты уже отцепишься от людей когда ты уже это потому что я тоже раньше была такая дотошная тоже так же это поэтому все на каждого ерунда страдать или жить счастливо так мои хорошие и то это и со стороны виднее и это это и все такие умные и куда ни посмотри все знают лучше сейчас уже опять натикает много минут все знают лучше как кому ходить как кому больше идет и что-то в этом роде так и я хочу сегодня бомбанусь по полной программе и нанести вот этот вот яркий оттенок никс вот такой вот красный чтобы у тех кто не любит яркость прям перед очки загорелись да она классная помада все я ничего не скажу использую даже без карандаша все кто-то явно сегодня будет жгучая с подливкой писать комментарий вот но у меня нет красного карандаша надо его приобрести я хотела кстати от Гуар Гуар а ведь и сям приобрести красный забыла но сейчас у меня не по этим растратам у меня сейчас другие у меня всегда есть куда засунуть деньги поэтому вот так может когда-нибудь обязательно приобрету выдано больше доход тогда сейчас столько растрат да что пойдет и без карандаша ну вот как-то так сегодня вот такой вот макияжик сейчас я пойду все сравню в ванной десять тысяч раз как говорится копаться до себя я и сама смогу мне больше нравится люди которые меня либо поддерживают либо говорят о себе рассказывают как они делают да и может быть я могу присмотреть а почему и не да что они покупают и потом как бы когда они навязывают это все да смотришь над человеком кажется я бы тоже бы это купил бы я бы тоже бы это то все вот а когда вот так вот навязывают все знайки то если честно это очень-очень душно ну прям очень ну со стороны же ну виднее ну виднее же со стороны да ну просто бывает такое что у людей разные абсолютно вкусы абсолютно разные это то же самое что кому-то какой-то парень понравится а кому-то нет и бывает такое что вот смотришь там девушки нравится парень и думаешь ни о чем да а ей нравится потому что у нее другой вкус и все и как ты и живи как ты не воздействуй на других людей но никто не будет делать так как ты хочешь люблю уважаю вас мои хорошие вот сегодня вот такой вот макияж дерзкая вампирши готов мы с вами сегодня протестировали эту палетку и все равно затянули время ну уже будет долго загружаться макияж вот все и так и так уже долго будет загружаться дальше будем исследовать новые оттеночки я очень сильно вас люблю обожаю целую до новых встреч вот кажется волосы сегодня подкручивала они распрямились очень многое зависит когда ты их подкрутишь надо подкручивать на влажные такие влажноватые ну как подкручивать я имею ввиду кончики вот сюда вот так вот давайте хоть улыбнемся благодаря за просмотр я вас очень обрезала я вас очень обрезала я вас очень обрезала не знаю